Изображено? Покорение Монблана. Синего цвета, только обязательно синего цвета. Хорошо. Открытка у вас с собой? Нет, в отеле. Это плохо. Нельзя ничего оставлять в отеле. Вы иностранец, вас могут начать потрошить. Как же вы так? Ну, это же обыкновенная открытка. Я в Берлине их купил десяток. А текст я запомнил. Так что с моей стороны никакой оплошности не был. Об этом никогда нельзя забывать. Осторожность, еще раз осторожность, товарищ. Имейте в виду, здесь только кажущееся спокойствие. Он предупреждал меня, я знаю. На всякий случай оставьте мне свой адрес. Вирджиния. Пансионат в Вирджинии. Там живут американцы. Почему? Английское слово. Они, как правило, останавливаются в отелях со своими названиями. Нет, по-моему, там нет иностранцев. Ну, это мы проверим. А если вы увидите меня в вашем пансионате, не подходите ко мне и не здоровайтесь. Мы с вами не знакомы. Хорошо. Теперь так. Если с вами случится что-то экстраординарное, позвоните по моему телефону. Триста восемьдесят восемь, шестнадцать, шестнадцать. Запомните? Триста восемьдесят восемь, шестнадцать, шестнадцать. Да, послезавтра. Триста восемь. Триста восемь. Триста восемь. Хотите что-нибудь купить? Нет, я просто любуюсь вашими птицами. Но самое интересное, это у меня в магазине. Знаете, я поступаю наоборот. Все выставляют на витрину самый броский товар. А я считаю, что птица-то отнюдь не товар. Птица-то птицы. Ко мне иногда приходят даже писатели, слушают птиц. А один из них как-то сказал, прежде чем я опущусь в ад новой книги, я, как Орфей, должен наслушаться величайшей музыке. Птица. Иначе я не смогу спеть миру ту песню, которая найдет свою эвредику. Спасибо вам. За что? Благодарю вас. Пожалуйста. До свидания. Шелленберг сказал мне, что он попросил Штирлица выехать на задание. Я думаю, это разумно. Рольф будет работать на контрасте. От злого следователя арестованные особенно тянутся к доброму. Штирлиц добр. Да? Да. Я слушаю. Мюллер какое-то мгновение раздумывал. Стоит ли сказать про отпечатки пальцев на секретном телефоне в кабинете спецсвязи и про совпадение этих отпечатков с отпечатками на чемодане русской радистки. Но взвесив все, Мюллер решил не об этом, не о том, что он негласно собирал отпечатки пальцев всех сотрудников, Кальтенбруннеру не говорить. Кальтенбруннер начнет пороть горячку и устраивать истерику и при случае свалить на него Мюллера любой провал, если он проморгал врага в собственном доме. Мюллера устраивало, что факт разговора с Боромном кого-то из работников РСХА был известен Гиммлеру и прошел мимо Кальтенбруннера. Эта вилка создавала для него возможность маневрировать между двумя силами. Да. Нет, продолжайте. Вы хотите, чтобы я посмотрел, как Штирлиц работает с радисткой? Зачем? Зачем вам смотреть? Он достаточно ловкий человек именно в вопросах радиоигры. А Рольфу дать самостоятельно партитуру в работе с русской пианисткой? С пианисткой? Нет. Пусть Рольф контактирует со Штирлицем. Цель-то ведь у них одна, не так ли? А способы достижения могут быть различны. От русских еще ничего не поступало? Пока нет. Как успехи его дошифровальщиков? Они на полпути к успеху. Там очень мудреный шифр. Потрясите пианистку. Я не верю, что она не знает шифр резидента. Штирлиц работает с ней своими методами. Штирлица нет. Пусть пока ее потрясет Рольф. Штирлица нет. Штирлицарийный шутерийный 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 шутер Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...